Итак, всем привет! Меня зовут Павел Савершенко. И сегодняшнее видео в проекте «Работа менеджером на удаленке 2 месяца. Как выбрать компанию, в которой вы будете работать». То есть вчера мы выбирали с вами направление деятельности. Я думаю, все выбрали. Кто не выбрал, пишите в комментариях. Мы обязательно поможем вам выбрать и разберемся. Сегодня я сменил немножечко без локации. Вот это вот наш сад. Квартиры в домике, которым мы снимаем. Вот так вот можно посмотреть, как выглядит вот это вот наше окружение. Я сегодня сел под этим большим деревом. В теньке здесь ветерочек отдувает. Тень очень хорошая. Солнце не проглядывает через нее. Но потихоньку солнце будет уходить, и мне придется куда-то уже пересечь. В общем, итак, информация, как же выбрать компанию. То есть нужно обязательно смотреть на надежность. То есть в первую очередь, насколько надежна эта компания. То есть в той или иной сфере, в которой вы будете работать. То есть я для себя выбрал направление, это туризм, туристическая сфера, так как я очень люблю путешествовать. Я это делаю с своей семьей. Ну и грех мне не рассказывать про туризм, как путешествовать, как экономить на путешествиях, как на этом зарабатывать. Ну и, соответственно, и почему бы мне поработать менеджером по продажам в этом направлении, продвигая какой-то интересный сервис или компанию, продавая ее услуги, соответственно, на этом самому пользоваться этим, да, и, соответственно, на этом зарабатывать. Это, кстати, самое главное. Если вы устраиваетесь менеджером по продажам, то вы должны кайфовать от того товара или продукта, который вы продаете, и сами им пользоваться. Соответственно, ваши продажи, ну, заочно, они будут всегда выше. И потенциально ваши покупатели, ваши клиенты будут больше предрасположены к вам и к вашим товарам и продуктам, если вы любите товар и продукты, сами им пользуетесь. Вот. То есть компания должна существовать достаточно давно. Достаточно давно. Компания должна иметь официальные какие-то награды, официальные бумаги, подтверждающие ее надежность, качество сервиса, услуг или так далее. То есть либо это товар и так далее, да, бумаги должны быть. То есть либо они в интернете, если это зарубежная компания, да, выставленная на сайте компании, либо руководители вышестоящие могут вам скинуть эти документы, да. Либо это, если вы на земле, то это, соответственно, напечатанный, да. Вот. То есть неважно, какая это компания, это может быть и отечественная компания, это может быть и зарубежная компания. Это не имеет значения на самом деле для вас. Вот. Хотя здесь можно поспорить и сказать, что зарубежная компания, ну, в зависимости, с какой она страны, либо европейская, либо американская, может быть надежнее, чем отечественная, потому что экономика гораздо стабильнее в стране Первого мира, чем в нашей стране. Ну, к сожалению, это так. Поэтому тоже, ну, можно об этом задуматься. И деньги, которые будут выплачиваться, вам, они будут выплачиваться в долларах, поэтому вам, в принципе, не важно, что будет с рублем завтра или послезавтра. Вы будете всегда хорошо зарабатывать. Плюс. Вот. Значит, следующий момент, да, надежности компании, долгого ее существования, это момент, насколько эта компания, ну, вообще, интересно, интересно аудитории. То есть, насколько они знают вообще в международном, ну, то есть, ну, в СМИ, в средствах массовой информации, есть это международная компания, есть, в принципе, даже российская компания, на международном уровне. Каким образом вы можете это проверить? Вы можете проверить информацию по запросам, по хэштегам по этой компании, да, вот, и увидеть, какое количество постов, какое количество статей, какое количество видео связано с этой компанией. Если, соответственно, их много, ну, значит, компания пользуется спросом, популярностью и имеет огромную аудиторию. Если их мало, ну, тут такой вопрос, что если это узко какая-то направленная компания, да, то есть, если она продает там какие-нибудь, какую-то спецтехнику узкоспециализированную, тогда, конечно, здесь вопрос не пройдет, да, но если, в принципе, это более массовый продукт потребления, ну, это большинство, в большинстве случаев, то тогда нужно посмотреть, вот. По поводу отзывов, по поводу положительств негативных отзывов, их тоже нужно посмотреть и продублировать, но их нужно изучить только тогда, когда вы сами максимально изучите товар этой компании, продукт и все остальное. Потому что если вы приняли решение работать в этой компании, вы должны сначала все изучить, а потом уже простудировать все, там, отрицательные, негативные отзывы, вот. Потом уже понимать и принимать решение вообще, что правильно, что неправильно. Потому что людей много, мыслей много, отзывов много, то есть все мы думаем по-разному, все мы смотрим на те или иные вещи абсолютно с разных колокольн, поэтому очень важно это понимать. Значит, следующий момент – это окружение, это коллектив. Я считаю, что коллектив – один из важнейших вообще факторов работы в компании. Помимо того, что вам должны нравиться, нравиться товар и продукты для компании. А коллектив играет, может сказать, основную роль, потому что если даже вам нравится продукт и компания, вы придете, но коллектив будет вас не устраивать, он будет как-то поздавить, напрягать и так далее, то вы не сможете работать в этой компании. Обратите внимание на коллектив. Что за люди работают в этой компании? Насколько они открыты, насколько они развиваются, насколько они растут? Это очень важно, прям очень важно. Вот. Посмотрите, опять же, то есть либо придите в компанию, если есть физический офис, да, посмотрите, там работает, пообщайтесь с людьми. Либо, если компания зарубежная, компания работает онлайн на удаленке, то, соответственно, посмотрите по хэштегам, по форумам, то есть попросите вышестоящих руководителей, кто приглашает вас на работу, никому хотите устроиться, чтобы они вас добавили в какие-то чаты, формы, чтобы вы пообщались с людьми и посмотрели вообще, что пишут в этих чатах, в форумах, в группах и так далее, чтобы вы поняли, что вообще там за люди. Сейчас доступны инстаграмы, то есть сотрудников ВКонтакте, то есть в социальных сетях, посмотрите, изучите, чтобы вы понимали, насколько вам близко это окружение и что вообще оно из себя представляет. Это очень важный факт, очень. Пожалуйста, я акцентирую внимание на нем. Сегодня у нас видео подлиннее немножко, потому что оно действительно очень важная информация в плане выбора, выбора компаний, которые вы работаете. Значит, следующий момент, это уже деньги. Насколько интересны зарплатная часть и план выплат маркетинг компании, то есть сколько вы можете получать денег за свою работу. Какая у вас окладная часть, какая у вас процентная часть, имеется ли потолок, имеется ли возможность развития дальнейшей, потому что это камень предковения, когда человек, человека все устраивает, у него классный продукт, классная компания, все надежно, офигительное окружение, все супер, но когда человек получает, то есть он работает, там отдается, но когда он получает предел какой-то, да, то есть ему нету дальше роста в этой компании, да, либо он получает маленькую зарплату и очень тяжело ему выйти на хороший уровень, то он становится заложником этой компании, то есть ему все нравится, он работает, да, но он не растет финансово, ему компания чисто физически не дает возможность расти финансово, и это убивает человек, то есть вплоть до того, что человек может работать, ну, реально большую часть своей жизни, а потом по какой-то причине уволиться, либо уйти вообще на пенсию и оказаться без денег. Это страшно. То есть оказаться с какой-то там минимальной пенсией, тем более сейчас говорят, что в России вообще пенсии не будет скоро. Кто, кстати, что-то может написать по этому поводу, пишите. Вот, то мы должны... Слушайте, я тут наткнулся на одну женщину, которая в правительстве работает, которая занимается всем этими вопросами, она говорит, ребята, все, не будет пенсий, пора вам сейчас заниматься пенсиями самим. Настало это время, друзья, я акцентирую на это внимание еще раз, я если найду видеоролик, скину, женщина, которая работает в правительстве и там еще где-то, еще где-то дед, все, ребята, начинайте, она говорит, граждане Российской Федерации, начинайте делать пенсию себе сами. Она работает в правительстве и занимается всем этими вопросами. Все, ребят, закончилось время пенсии у нас. Потому что государство не справляется, не справляется. Так что, задумайтесь на эти вопросы. Может ли вас работодатель, та компания, в которой вы работаете, обеспечить вас пенсии? То есть, можете ли вы накопить себе деньги, создать себе остаточный доход, пассивный доход, работая в этой компании? Это, по сути, вообще ключевое, ключевой фактор. То есть, изучая весь процесс выбора компании, выбора организаций, в которой вы будете работать, внимательнейшим образом изучите все эти аспекты. Потому что каждый из этих аспектов, он просто пипец как важен. Я не знаю, слово, то есть, бомбически как важен для вас, для вашей жизнедеятельности, для вашего развития, для вашего существования, создания семьи, нормального существования в этом современном мире, в котором мы сейчас живем. Вот. Я думаю, что мне придется записать еще видео, потому что уже 12 минут, я запишу вторую часть по поводу выбора компании, потому что действительно очень огромный момент. Ждите второй части и пишите еще вопросы, которые у вас появились, то, что я сейчас сказал. И я, может быть, во второй части или во следующих видео дам на них тоже ответы. Всем спасибо, пока, подписывайтесь на мой канал, присоединяйтесь к моему проекту работы менеджера на удаленке два месяца, пишите комментарии, подписывайтесь на все наши семейные каналы по путешествиям, все в описании. Всем пока, удачи, хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok